Сегодня в Омске в рамках армейских международных игр стартовал конкурс Рэмбат. В нем участвует команда мастеров по ремонту и обслуживанию техники трех стран России, Казахстана и Китая. Первый этап это индивидуальная гонка. Кроме этого, военным предстоит преодолеть полосу препятствий и выполнить специальные нормативы. За состязаниями следит наш корреспондент Юлия Шустра. Она выходит на прямую связь со студией Лайфа. Юлия, здравствуй, я рада вновь тебя видеть. И сейчас мы потрясающе опять увидим вот эти кадры тебя, красивые девушки, на фоне военной техники. Скажи, какие уже команды вступили в состязание? Здравствуй, Наташа. Но сегодня состязаться буквально через несколько минут начнут уже команды Китая и Казахстана. Россия будет во втором заезде. Сегодня непосредственный этап индивидуальная гонка. Это означает, что одновременно на маршруте будет находиться несколько машин. Только стартовать они будут с небольшим временным интервалом. И первое, что им предстоит преодолеть, пока еще не начался старт. А вот как раз дали старт. Я немножечко объясню, что это такое. Вот тут вот совсем близко находится от нас это противотанковый ров, который будут преодолевать машины. Дальше, когда они его пройдут, дальше они уже переместятся вот сюда. Здесь имитация участка железной дороги, где они с помощью кранов тоже будут выполнять определенные упражнения. Не будем до конца разбивать, так скажем, интригу. Ну а что касается машин, на которых принимают участие в заезде команды, это машины МТО. Если переводить с армейского на русский язык машины технического обеспечения. Эти машины в полевых условиях способны обеспечить ремонт практически любой автобронетехники. Будь то БМП, БТР и даже танки. Соответственно, эти машины применяются в самых серьезных, скажем так, даже боевых условиях. Для того, чтобы быстро привести военную технику в нужное, скажем так, состояние. Итак, первая машина подходит к прохождению вот этого препятствия противотанкового рва, о котором я говорила. Давайте посмотрим, как ей это удастся. Там осложняется ситуация тем, что они проходят через гравий, и плюс немножечко сложновато выезжать. Именно из-за того, что подъем требует, скажем так, более сильной скорости. Итак, теперь машины подъезжают к участку, где они должны выполнять упражнения. И сейчас начнется выполнение упражнения при помощи кранов. Вот мы сейчас чуть ближе покажем. Команды пытаются действовать максимально быстро, насколько это возможно. Они забираются и разворачивают эти машины для максимально эффективного дальнейшего выполнения упражнений. Часть команды сразу перемещается на имитацию железнодорожных путей. Часть остается рядом с машиной. И, кстати, заметьте, все это происходит одновременно. Одновременно работают люди и вне машин, и в самих машинах. И тут же начинается разворачивание вот этих вот кранов. Что касается остального маршрута. После того, как закончится выполнение этого движения, им предстоит, участникам предстоит преодолеть еще одну часть препятствий. Там будут специальные столбики, ну, примерно как в автошколах. Называется, объехал молодец, не объехал, ну, скажем так, минус пару очков. Параллельно здесь вот такие светошумовые эффекты, ну, чтобы создать наверняка эффект боевых действий. Есть дымовая завеса, есть светошумовые гранаты, которые позволяют все это сделать более реалистичным. Дальше также участников ожидают еще брод. Ну, классическое препятствие. Назовем ее проще. Яма с водой. В этот раз она глубиной около метра. От 0,8 до метра, собственно. Также там есть еще косогор, такой же, как, в принципе, на танковом биатлоне. Это стандартное упражнение для всех боевых машин. И еще пара препятствий, которые нужно будет преодолевать как непосредственно на машинах, так и есть препятствия, которые бойцы будут преодолевать вне машин при помощи противогазов. Ну, такие условия. Кстати, это не единственные машины, которые будут сегодня принимать участие. Кроме них есть еще так называемые ремки, ремонтно-эвакуационная машина. У нее уже более широкий спектр, скажем так, более широкий спектр возможностей. В том числе она может эвакуировать машины, вытягивать. Ну, это называется упражнение, вот на армейском языке брелок его называют. Когда одна машина вытягивает другую из какой-то вот такой сложной ситуации. Возможно, там из грязи, песка. Ну, посмотрим, что на этот раз приготовили организаторы. А я напомню, что международные армейские игры проходят уже во второй раз. Впервые они прошли в прошлом году. И в них принимало участие 17 стран. В этом году их количество увеличилось уже до 19. Соревнования стартовали 30 июля и продолжатся до 13 августа. Включительно в последний день всех ждет заключительный этап танкового биатлона и суборожского натиска. А также конкурс военных поваров. Наташа. Да, Юль, как их еще называют, армейская олимпиада эти игры. Про брелок и не объехал пару очков получишь. Это красиво прозвучало. Спасибо за международные соревнования. Римбат наблюдает наш корреспондент Юлия Шустро. Продолжение следует...